МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомелюстуды, працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Допомога профсоюза угорачую пару с доброченной акцией про факты в области наведал Лоевский район. Работа со зворотами грамадян, выники первого полгода сегодня разглядели у Гомельскому гарвы конками. Офицеры запасу сегодня у войсковой части 55-25 проводили у дельников военных и специальных сборов. Эстетика Санкт-Петербурга. У Гомеля открылась выстава фотосдымков Валеры Гвоздилиной. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Уборочная кампания в самом разгаре. Механизаторы бережливо прибирают на полях сборжа нового ураджаю, а держава в свою чергу им конеца створиться правды годные умовы для працовников этого отказанного для краины процессу. Гомельское областное объединение профсоюзов зараз проводит доброченную акцию допомога профсоюзов угорачую пару. Головная мета – оказать материально-техничную поддержку господаркам региона, которые в этом имеют потребу. Сегодня про факты в области с подарунками наведа в Лоевский район. Подробязности у Вероники Ворошилины. Клопота працовных – бодайголовный ориентир деянности Гомельского областного объединения профсоюзов и его за все дымкнуться притрымливаться на справе. По выниках месячника безпеки при подрыхтовке до уборочной кампании были вызначены сельгаз-продприемства, у которых прационные нецелком забеспечены спецвопродкой и належными бытовыми умовами. Это порушение правил охоты працы, некоторые господарки сдолили выращать уластными силами. Иншим допомогают профсоюзы. В Лоевском районе в этом списке одразу четыре коммунальные сельско-господарные унитарные предприемства – Дняпровец, Бывальки, Саухоз Зара и Малиновка Агра. В врачистой обстановке у стенах райвы Конкама их керавники отримали саправды потребные для господарок-подарунки. Вот и нагровальники, микрохвалевые пирши и новые комплекты спецодзения от Гомельского областного объединения профсоюзов. Это была инициатива Гомельского областного объединения совместно, конечно же, с отраслевыми обкомами. Было вынесено постановление президиума о проведении этой акции. Мы решили, что в этом году мы помимо чествования передовиков жатвы, оказать материальную помощь хозяйственным, которые более в этом нуждаются. Здесь те необходимые вещи, которые нужны для коллектива, для создания санитарно-бытовых условий, для более комфортного людей пребывания на работе в процессе и уборочной, и помимо нее в том числе. Ксуп Малиновка Агра – одна из вызначенных господарок Лоевского района. Тут працует больше 200 человек. Зараз Аграры заняты на уборце сборжевых. Не глядяши на то, что подчас визиту нашей из дымочной группы небесные канцеляры обвестила пахмурная надворья с дождем, механизаторы не губляются надеи, чекаются удалого момента, чтобы снова выйти у поля. А поколь принимают профсоюзные подарунки. Новые комплекты спецодейни одразу знайшли своих уладальников, богарачая по разбору сборжа нового ураджая у самом разгары и пытание беспеки працы на первом месте. До того же, зараз у господарцы завершаются ремонтные работы по обсталеванию бытовых покоев, где можно привести себе у парадок после напруженного працанного дня. Тому и остальные подарунки, как отзнашают, пришлися до места. Как раз мы сделали комнату отдыха на мастерских, вот туда микроволновка, делаем душевую и сделали все плиткой выложили, как раз водонагреватель, эту душевую кабинку закупили. Так что помощь вовремя. Спасибо огромное профсоюзам. Доброчинная акция «Допомога профсоюзу угорачую пару» на кераванное наказание материально-технічной допомоги господаркам региону, які уготым мают потребу, протягниться и далее. На наступном день представники Гомельского областного объединения профсоюзу отправятся с подарунками в Кармянский район. Вероника Ворошилина, Валерия Гопанько, телерадио компания «Гомель» Злоевского района. Выдники работы со зворотами громадян за першые погоди с 2018 года обмерковали сегодня угар выконками. Перш за усе требует означать, что «Гомель» добро выглядит в поравнании с іншими областными центрами. Жихары города на ЦОЖа меньше стали звертаться до владов по пытаниях, связанных с жильовой тематикой, оховой здоровья, адукацией, законодавством и транспортом. Темы працаоткования и занятостей так само не таки актуальны сяродносельництва, як рані. Однако надзираються прирост питаньев, что тычатся гандлю, оказання коммунальных и бытовых послуг. Калі казацю целым, «Могульная колькость из воротов у Гарвыконкамы» знизилась на 10% у поравнаний за аналогичным периодом минулого года. Это перш за усе связано с поляпшением працы на местах. Внушает оптимизм то, что гамильчане стали чаще обращаться на места для разрешения своих проблем, для того, чтобы обеспечить какое-то решение тех вопросов, которые находятся непосредственно компетенцией организации жилищно-коммунального хозяйства. Это позволило сократить суммарное количество обращений в вышестоящие контролирующие органы. Звернуться до местовых органов Улады можно и на субботнюю промою линию. У 21 липня звороты громадян выслухает керавник справ Гомельского обл. Выконкама Алена Владимировна Кличковская. Номер для связи – 33-12-37. Угар выконками на звонке откажет наместник старшини Сергей Явгенович Андреев. Номер телефона – 75-63-33. Промые линии будут працевать с 9 до 12-1. Сегодня у Гомеля в войсковой части 55-25 завершились военные и специальные сборы военно обвязанных офицеров запаса. Для прохождения додаткового навучания тут собрали 40 человек с областного центра, а так само Гомельского, Рэшесского, Лоевского, Будокышалевского и Чачерского районов в области. Сборы проходили с 9 по 20 липня на территории войсковой части 55-25. С офицерами запаса проводили теоретичные и практичные занятки по боевой подрыхтовце. А кроме того, их знайомили с местами и умовами несения службы. Подчас ритуалу проводенного военно обвязанных по завершении военных и специальных сборов были означены самые активные и инициативные офицеры. Им уручили памятные подарунки. Сборы, я считаю, прошли с максимальной пользой для них. Во-первых, никто из них не роптал. Они здесь вспомнили, кем они были, когда проходили службу. Здесь некоторые подружились. Один офицер даже на протяжении 15 лет не виделся с другим офицером. Вот встретились здесь. Вели себя достойно. Каких-то вообще нареканий к офицерам не было. Действительно настоящие офицеры. В Кобинском районе на домах былых пожарных усталют памятные таблички «Тут живе ветеран пожарной службы». С такой инициативой выступил районный отдел по надзвучайных ситуациях на передании 165 годя ведомства. Прохожие будут ведать, что побольше зиме живе герой. Человек, который часто, разыкуя уластным житем, воротовывал житие инших людей. Первая памятная табличка появилась на доме Ивана Котикова, начальника пожарного аварийно-воротовального поста номер 15 у агрогородку Чаратянка. Працовный старший старшего прапорщика запаса больше, как 20 годов. Еще четыре памятные таблички упрыгожатся дамы ветерану напереда дни свята. Инициативу плануется протягнуть и в будущем. У областного центра завершился открытый чемпионат белорусского физкультурно-спортивного товариства «Динамо» по шматборьи воротовальников. На Гомельском полигоне споборничали лепшие злепших серот удельников 9 команд областных, Минского городского управления, Республиканского отрада специального призначения и Университета громадянской обороны МНС Республики Беларусь. Чемпионат проходил на протягу пяти дзен и он собрал у Гомеля самых спортивных воротовальников Украины. За каждую команду выступало по шесть человек. Для всех была подрихтована масштабная программа «Шматборья». Серот этапов вызначались наступные. Пошуковые воротовальные работы в умовах природного сяродя, в умовах незвычайных ситуаций техногенного характера и на акватории. Навыки и умения, которые воротовальники демонстрировали подчас поборничества, на самом деле потребуются им что-то дня для выполнения непосредственных обовязков воротовании жителей. Многоборье спасателей очень ценное, что каждый год надо что-то новое. Потому что это моделировать ситуацию разрушенных зданий, аварий и так далее. Этого ничего повторно не бывает. Ни одна ЧАЭС не похожа на предыдущую. Поэтому и приходится каждый год что-то новенькое придумывать. Эти медицинные соревнования, что нужно включать голову, мозги, как говорится, чтобы люди, выходя на этап, сразу срабатывали с чистого листа, заранее не готовясь. Прямо назначить, что команда Гомельского областного управления МНС показала наилевшие выники и заняла первое место в чемпионате. На другим приступку предыстала воротовальники, которые представляли университет грамотянской обороны МНС. Борьба за третье место велась до опошних влин с поборництвов. Бронзу вырвала команда Могилевского областного управления МНС. До открытия международного фестиваля хореографичного мастатства «Сожский Карагод» засталося меньше за два месяца. Заявки на удел отправили коля 30 коллективов из Беларуси, а так само краин близкого и далекого замежа. У веросних омельчане познаемятся с творчеством танцоров из Минска, Бобруйска, Несвежа, Могилева, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ульяновска, Бранска, Курска и Чарнигова. Чекают так само гостей из Сербии и Индии. В першину на фестиваль завитает коллектив вокального ансамблю белорусской песни «Лянок» из Тюмени. Плануется, что его удельники выступят на творческих пляцовках, которые будут працевать в День города. У Гомельской центральной городской библиотеки «Мя Герцена» открылась выстава-фотосдымка у Валерии Гвоздилиной под названием «Эстетика Санкт-Петербурга». Экспозиция представлена в рамках проекта «Выставочная простора молодым». Валерии Гвоздилиной осягодь 14. При этом фотографии она захопляется уже больше как три года. Девчина любит подорожничать, бывало в Египте, Тунисе, Болгарии, але самая великое уражение на ее зробила архитектура Санкт-Петербурга. Минавито и она и знайшла адвестирование у представленных авторских вздымках. На выставе разместилось 20 работ у жанры тревел-фотографии. Они передают неполторные ракурсы и узоры архитектуры культурной столицы России, а так само особливый дух города на Няве. Цикавость до мастерства фотографии у Валерии Гвоздилиной изъявилась дякуючи батьку, вядомому фотокорреспонденту Олегу Беловусову. Для ей он головный крыток и разом с тим лепший творчий наставник. Фотография занимаюсь два года, вдохновил меня мой отец, который снимает практически всю свою жизнь. Отец обучает меня фотографии, показывает, с каких ракурсов можно снимать. В будущем я также хочу продолжить фотографировать архитектуру, но я хочу путешествовать по миру и фотографировать это там. Это и другие новины, вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.civergomel.by. Далее эфиры де-факто и спортивный огляд. Я с вами развитываюсь. Добрых вам новинок. Эфир телеканала «Белорусский Терегомель» продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Для родственников пассажирского микроавтобуса, который сегодня утром разбился в Украине, открыли горячую линию. 20 июля в 5.00 по местному времени в Николаевской области на трассе Киев-Одесса возле поселка Кривое озеро туравтобус с белорусами с сообщением «Одесса-Гомель» врезался в фуру, которая остановилась на правой части дороги из-за неисправности. В машине находилось 17 пассажиров, трое в реанимации, 9 попали в отделение хирургии, 5 человек, включая водителя, погибли. Люди возвращались домой после отдыха. Обстоятельства автокатастрофы сейчас выясняются. Известно лишь, что водитель туристического автобуса столкнулся с грузовиком по ходу движения. Для родственников пассажиров открыта горячая линия, номер телефона которой сейчас на экране. Посольство Беларуси в Украине находится в контакте с местными властями и полицией. Принимаются все необходимые меры. Уже известно, что водитель, выполнявший рейс «Одесса-Гомель», представлял компанию, которая осуществляет нерегулярные перевозки пассажиров и, по предварительным данным, был ее владельцем. Сотрудники Светлогорского районного отдела следственного комитета проводят проверку по факту гибели 12-летней девочки во время купания. Она утонула в неохраняемом водоеме, когда находилась там вместе со своими подружками. На отдых к озеру девочек привез дедушка погибшей. Как сообщают в следственном комитете, оставил детей без присмотра у берега, а сам вернулся в салон своего автомобиля. Именно в этот момент его внучка вместе с 9-летней подружкой решили зайти в водоем поглубже. Услышав крики детей, мужчина прибежал на помощь. Одну из утопающих он успел спасти, а свою внучку нет. При этом на потерпевшей был спасательный жилет, но из-за несоответствующих размеров в момент погружения под воду он просто соскочил с тела девочки. В Светлогорском районном отделе следственного комитета проводится проверка по факту гибели 12-летней девочки. Следователи устанавливают причины и условия, которые привели к трагедии, в том числе принадлежность этого водоема. Также осуществляется сбор характеризующего материала на семью погибшей. Известно, что она воспитывалась отцом, бабушкой и дедушкой, так как мать ранее скончалась. Такова информация к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4. Эфир телеканала «Беларусь 4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте! Очередные изменения в составе футбольного клуба «Гомель». Новым игроком команды стал украинский полузащитник Сергей Шаповал, ранее защищавший цвета жодинского торпеда «Белаза». Трудовое соглашение с «Гомелем» подписано до конца сезона. В то же время клуб покинул Артем Филимонов, игравший за «Зелено-белых» с начала этого года. Контракт расторгнут по соглашению сторон. Завтра гомельчане проведут очередной поединок в рамках чемпионата страны по футболу в высшей лиге. Соперником станет Могилевский Днепр. Игра состоится в Гомеле на стадионе «Центральный» в 16-30. Статистика на стороне гомельчан «Зелено-белые» не проигрывали у себя дома футболистам Днепра с 2005 года, когда было зафиксировано поражение со счетом 1-2. Результативной передачей в той игре отличился нынешний капитан Могилевчан Александр Павлов. А в запасе нашей команды находился голкипер Антон Амельченко, который сейчас тренирует дубль Гомеля. После завтрашней игры, напомним, в чемпионате наступит пауза длиною в месяц. Стал известен состав участников и даты проведения очередного розыгрыша Кубка Салея. Формула турнира претерпит изменения. Соревнования пройдут в двух независимых группах. Группу А составят 8 команд. Шестерка сильнейших хоккейных клубов экстралиги минувшего сезона, а также молодежная сборная Беларуси и украинский Донбасс. Помимо вышеназванных команд за трофей поборются Гродненский Неман, Столичная юность, Солигорский шахтер, Молодично 2018, Жлобинский металлург и хоккейный клуб Гомель. Коллективы, которые составят группу Б, на главный приз претендовать не будут. Стимулом для выступления станет путевка в сильнейшую восьмерку экстралиги на ближайший сезон. Соревнования в обеих группах стартуют синхронно 5 августа, а вот завершатся в разное время. Полный календарь турнира будет опубликован на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси в ближайшее время. В Одессе стартовал международный турнир по боксу памяти Семёна Трестина. Первенство собрало более 130 боксеров из 15 стран мира. Трое – воспитанники Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств. За победу поспорят Вадим Панков, Владислав Смягликов и Сергей Попелюх. На этом пока всё. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4».